Друзья, я открыла новый канал, который называется Елена Арна недвижимость. Всех, у кого есть или будет недвижимость в Италии, приглашаю подписаться на него. Ссылка сразу внизу под этим видео. Здравствуйте, мои дорогие зрители. Меня зовут Елена. Я рассказываю вам о разных моментах жизни в Италии. Сегодня я хочу поговорить о том, как искать работу в Италии. Рык под голубой обложкой, поэтому не будет никаких законов, ничего сложного, просто поболтаем о жизни. Какие-то мои наблюдения расскажу, вы ответите, напишите в комментариях, что вы об этом думаете. Получится полезное, но легкое. Для начала хотела вам рассказать о нашей маркизе. У нас в деревне живет маркиза, причем настоящая, по праву рождения, то есть ее отец маркиз, все такое. Прямо вот настоящая, настоящая. И представляете, оказывается, маркизы – это обычные люди, которые точно так же должны работать. Если повезло, и родственники предыдущие не прогуляли состояние, то как-то управлять этим состоянием разумно. Если не повезло, то просто искать работу. В общем, те же самые проблемы, что у всех нас. Так вот, расскажу, как она искала работу. Вот пару лет назад так получилось, что она осталась без работы, и я обратила внимание, что она у всех, у всех, у всех спрашивает, не знает ли кто-то, ничего о работе, о свободных вакансиях. Вплоть до того, что мы там с ней пили чай в баре на площади, вот за столиками на улице, нужно было мне что-то с ней обсудить. И идет там какой-то ее знакомый, и она ему «Чао, Марко, ты знаешь, что я ищу работу?» Я тогда подумала такая «Господи, а мне-то казалось, что искать работу, это нужно как-то так тихонечко рассылать резюме, чтобы вот никто не знал, что ты остался без работы, чтобы никто не подумал даже, что у тебя что-нибудь не так». А тут вот Маркиза, причем не стесняет каждому проходящему, говорит «О, привет, слушай, знай, что я ищу работу». На тот случай, что если человек вдруг где-то услышит, то просто поднимет трубку и ей позвонит. Поэтому мне показалось, что самое первое, что нужно сделать, если искать работу Виталия, это поставить всех известность о том, что вы свободны, что вы ищите работу. Прямо вот всех-всех-всех, всем рассказать, что я вот ищу работу. Вот. Кроме этого, я поймала еще тут одну мамочку и ее долго пытала. Очень хорошо, когда есть дети, потому что дети – это такой как бы связующий пункт с другими мамочками. Можно с ними как бы так вот подружиться и можно их периодически отлавливать и пытать насчет жизни Виталии. Так вот, пытала я мамочку о том, как бы она искала работу Виталии. Она очень долго работала на разных фабриках, в разных местах. И что мне рассказала вот итальянка со своей точки зрения. Первым делом встаешь с утра пораньше, прямо вот на рассвете, берешь свои куррикулум. Куррикулум Вита – это такой коротенький рассказ о том, какие у тебя навыки, что умеешь, где работал, где учился. В общем, куррикулум Вита. Берешь пачку вот этих куррикулум Вита, едешь в тот район, где находятся фирмы. Оказывается, офисы фирм или фабрики, офисы фабрик обычно сконцентрированы в одном специальном месте. Они не разбросаны по всему городу. Ну, либо если это какие-то, хочешь работать в каких-то офисах, то идешь туда, где эти офисы. И все обходишь эти места и везде оставляешь свой куррикулум Вита. Причем, говорит, нельзя давать первому встречному. Нужно прийти, спросить, кто тут главный, кто тут работодатель, кто берет на работу. И отдать вот это в руки работодателю. Если не будет главного работодателя, то кто-нибудь там, кто администрирует вот это, кто заместитель, кто responsable. И я ей говорю, ну, как бы проще ведь послать по почте что-нибудь такое. На что она ответила, нет, очень важно прийти лично. Хотя это было до ковида, наверное, сейчас-то с ковидом уже, надеюсь, нас выпустят. Очень важно прийти лично, потому что тогда, как оказала Паула, ти ведено инфача. И это очень важно, вот чтобы тебя увидели. Поэтому, кроме того, что на куррикулум всегда должна быть ваша фотография, но важно, чтобы вас увидели живьем. Понятно, что она рассказывала доковидный опыт. Сейчас-то не войдешь так просто на фирмы, сейчас они никого не имеют права принимать. Наверное. А, кстати, кстати, большая разница. Очень меня удивило, потому что здесь, в Италии, можно прийти в любое место. Ты спокойно входишь в офис, ты спрашиваешь, кто тут главный. Тебе либо покажут главного, либо скажут, когда будет, и ты можешь прийти. Ну, как-то вот это все очень человечно. Все это открыто. И я помню мой шок и мое удивление, когда я в России вот пару лет назад работала в одном проекте. Одна фирма хотела, чтобы Москва начала есть трюфель. Консервированные там масла, вот консервированные вот эти трюфели, вот это вот все. И чтобы трюфель появился в меню ресторанов, потому что считала, что трюфель очень дорогой, чтобы появился более доступный, более дешевый. Понятно, что все равно начали продавать задорого. Ну, ладно, это уже другой дискурс. И вот я помню, каким было мое удивление, когда оказалось, что с владельцем сети ресторанов нельзя поговорить просто так, войти с улицы, потому что в дверях стоит швейцар, который дальше двери тебя не пускает. И оказалось, что совсем не просто поговорить с владельцем сети ресторанов, что для этого нужно, вот, чтобы тебя вот рекомендовали какие-то вот эти все многоэтажные решения. Мне пришлось прям на ходу переобуваться, на ходу вот связывать все эти ниточки. И это было очень весело и очень удивительно. И мне кажется, что так работает и в Украине, и в других странах постсоветского пространства. Поэтому если вы приехали оттуда, и у вас такой опыт, что к начальнику не пробиться, то Виталий это не так. Виталий спокойно не надо вот искать каких-то вот знакомых, там, родственников, еще кого-то. Вот Виталий можно спокойно войти в любую фирму, обойти, вас примут. Поэтому прям вот как бы не было лениво, как бы не было стыдно, вот это вот все, прям вот брать вот эту пачку курикул и идти вот разносить лично ножками. Вот, как только схлынет макобесие коронавируса. Первое, мы поговорили со всеми знакомыми, поставили в известность всех знакомых. Второй момент, мы сами отнесли ножками все. Третий момент, как делала моя подруга итальянская. Вот она переводчик, и она всегда-всегда, везде, куда идет, она оставляет свои визитки, где бы она ни была по работе. Вот, идем, там зовем мы ее на нотариальный акт, чтобы, потому что в момент акта купли-продажи недвижимости обязательно должен быть переводчик. Зовем мы ее на нотариальный акт, идет она к какому-то нотариусу, идет какой-нибудь офис заверять, какой-нибудь бар, где пьет кофе. У нее всегда с собой пачка визиток, и она везде, везде, везде оставляет визитки. Поэтому это тоже, может быть, можно взять на вооружение. Причем, тоже я раньше думала, что визитка должна быть обязательно на черной бумаге с золотыми вензелями. Потом оказалось, что тисненная бумага не обязательно. Более того, это скорее настораживает. Поэтому вполне спокойно визитка может быть просто белой, на простой бумаге ничего особенного. Важно, что на ней написано. Потому что если вы нужный специалист, то человек просто возьмет эту бумажку, сохранит и вам позвонит, когда ему будет нужна именно эта услуга. Поэтому для фрилансеров носить за собой всегда визитки, и везде их практически как мальчик, который рассыпал крошки, чтобы можно было найти дом. Вот рассыпать везде эти визитки, чтобы вас можно было найти. В случае, если вы фрилансер. И самое странное, что мне оказалось, вот Паула сказала, что нужно рефарель дироонни трэмези. То есть, когда вы разнесли вот этот ваш куррикулум. Как это по-русски, господи? Ваш пришлите. Я не помню. Меня не вспомнить сейчас. Подскажите, пожалуйста, напишите, что это за слово. И так вот, когда вы разнесли вот этот ваш документ, вот ваш о том, кто вот этот куррикулум видит, и после этого каждые три месяца все равно нужно проходить, спрашивать, говорить, напоминать о себе для того, чтобы вы оставались в памяти вот этих возможных работодателей. Итак, четвертый способ. Если вы хотите работать в какой-то фирме, которая находится далеко от вас, то этот же куррикулум можно разослать всем вокруг. Но после этого обязательно звонить и периодически перезванивать. Звонить, спрашивать бонжорно, спросить, с кем вы говорите. Потом, когда вы перезваниваете, спрашивать этого же человека по имени, говорить там, о, чао, Паула, Сона Элина, я там вам звонила, я вам присылала куррикулум две недели назад и звонила потом. Как у вас дела? Не появились ли у вас вакансии? Поэтому налаживать отношения с кем-то внутри вот этой вот фирмы. И тогда больше шансов, что человек о вас вспомнит, когда появится вакансия. Пятое. Пятое очень эффективный способ, хотя такой прям вот с дефектами. Это заключить контракт с Агентцией Аделавора. Агентцией Аделавора – это специальные агентства, которые берут вас на работу, а потом поставляют вас как работника в те места, где нужно какое-то количество работы. Очень многие работодатели предпочитают пользоваться агентством по найму сотрудников, потому что если сам работодатель нанимает сотрудника, то он несет огромную ответственность по закону о том, чтобы сотрудник не устал, о том, чтобы у сотрудника все было хорошо, о том, чтобы сотрудник был в полной безопасности. И не дай бог что-нибудь случается, под удар попадает сразу работодатель. Поэтому есть агентства, которые являются такой прослойкой. Они как бы защищают работодателя от претензий работника, потому что работника очень-очень много прав. И работодатель прям вот правда попадает под сильный удар, если вдруг что-нибудь не так случилось с работником. Поэтому если вас наняло агентство, то тогда ваши претензии могут быть только к агентству. Агентство – это обычно маленькая СРЛ, у которой ничего нет. Поэтому и претензий-то особо не предоставишь. Поэтому работодатель постарается нанять сотрудника у агентства. То есть если вы заключили контракт с агентством по найму сотрудников, они вам говорят, окей, контракт акьямата чаще всего. Это контракт по вызову. То есть они говорят, ты, Иванович Иванович, сиди дома. Как только появится место, мы тебя позовем. И причем они зовут на один день в неделю, на два дня в неделю. Бывает часто, бывает так, что человек может дома сидеть неделю, ничего без работы, а потом его позовут на 10 дней, на какой-то короткий срок. Это работа на какие-то такие короткие периоды. Поэтому ее можно рассчитывать только как временное. Пока вы ищете постоянную хорошую работу, это всегда под спорье. Одни из самых сильных агентств – это Manpower. И кроме этого их есть целая куча. Поэтому вы вбиваете поиск агентства Агентсия Дилавора в вашем регионе, обходите их и выбираете ту, которая вам больше всего понравилась, которая вам кажется более надежной. Важно, если вы сотрудничаете с этой Агентсией Дилавору, обязательно идти, когда вас позовут. Они вам прочитают, что вот у вас есть право не явиться на работу, если вы больны, не явиться по работе, по уважительной причине и все такое. Это на бумаге. Они обязаны вам предоставить эти права. Но на самом деле, если вас позвали один раз, у вас уважительная причина, но вы не пришли по уважительной причине. Второй раз, третий раз, то на четвертый раз вас просто не позовут. Потому что для них важно, чтобы человек был доступен и был готов тогда, когда им нужно какого-то сотрудника куда-то послать. Причем очень многие люди потом устраиваются даже на долгий период через эти Агентсии Дилавора. Я работала в одной государственной структуре, и там половина сотрудников просто из Агентсии Дилаворы. То есть эта государственная структура платит Агентсии Дилавора, и Агентсия Дилавора уже платит своим сотрудникам, удерживая какую-то часть. И эти сотрудники, я сама видела, что они работали годами. Вот несмотря на то, что вот такая схема трехсторонняя, все равно они работали годами, постоянно. Так что через Агентство Дилавора тоже можно найти достаточно хорошее, спокойное, непыльное местечко. Пишите, пожалуйста, ваши идеи ниже. У кого какой опыт? У кого какие идеи? Соберем наш общий опыт, и тогда человек, который только приехал и хочет найти работу, сможет как-то все это увидеть в одном месте. Поэтому пишите, прям вот очень вас прошу. И ставьте лайки, и подписывайтесь на канал, и оставайтесь со мной. Всех обнимаю. Пока-пока.